Мы не знаем, где сидит Бищембаев. Психопаты могли достичь высоких статусов. Нет особой жестокости. Вопрос убийства сомнителен. Пинает ее, бьет по лицу. Это прямое умышленное убийство. Бищембаев рецидивист. Судьба Бищембаева была предрешена. И вы считаете, что этот процесс справедливый? Хотелось, чтобы он получил божезненное. Всем привет! Мы сейчас находимся в Астане, в городе, к которому всю прошлую весну было приковано внимание не только казахстанцев, но и зарубежных зрителей, неравнодушных к теме бытового насилия. Тогда в столице Казахстана с марта по май шел суд над бывшим министром национальной экономики Куандыком Бищембаевым, которого сначала обвинили, а затем признали виновным в убийстве собственной жены. Казахстанское общество долгие недели только и говорило, что об убийстве с алтанатом Укеновой и гадало, какой приговор вынесут тому, по чьей вине она лишилась жизни. Эта молодая женщина, убитая в возрасте 31 года, стала для многих символом борьбы с домашним насилием в стране, где по оценкам Организации Объединенных Наций ежегодно более 400 женщин умирают от насилия со стороны собственных мужей. Так почему же именно это дело настолько взволновало казахстанцев, обычно таких инертных? Что заставило людей приковать взоры к гаджетам и часами слушать показания свидетелей по делу об убийстве, по сути, абсолютно незнакомой им девушке? Что показал казахстанцам сам процесс? Все ли считают приговор Бешимбаеву справедливым? И как это дело изменило нашу страну, если изменило вообще? Это Айран. Подписывайтесь на наш канал и не переключайтесь, пока не досмотрите это видео до конца. Это важно. Нам представлялся такое, наверное, в обществу портрет цивилизованного, интеллигентного, высокообразованного человека. Что этому человеку, у которого все и есть, личное материальное положение, так скажем. Есть образование, есть какие-то там связи, статус и так далее. Чего ему в жизни не хватало, что он дошел до такой ручки, что, в общем, убил жену. Жестокое убийство, сам главный фигурант дела, бывший министр национальной экономики Куандек Бешимбаев, который уже отсидел, то есть это его был второй привод, так скажем. Его первое дело, когда он сидел, оно не было таким громким, но все же оно было достаточно представлено в информационном поле, и его бывшая супруга, она его активно защищала. То есть он уже был достаточно известной фигурой, и, безусловно, это тоже привлекло внимание. Я очень сильно была шокирована, что человек такого ранга, который занимал такую высокую государственную должность, был советником президента, был когда-то экс-министром национальной экономики. Если человек такого ранга может совершить такое преступление, то что мы можем говорить о других семьях, о других женщинах, которые еще менее защищены, чем жена министра? В этом процессе меня больше всего поразили его родители. И их реакция, она самая для меня ужасная, потому что так, как себя вели родители, так, как они пытались защищать, как вела сестра его, для меня это просто самое дикое. Потому что то, что преступник себя будет защищать разными способами, и тем более абьюзеры, они все манипуляторы, мы это прекрасно понимаем. А вот то, что родители его очень пожилые люди, они, по-моему, до сих пор не осознали, что их ребенок совершил очень тяжкое преступление. Значительную роль сыграл, во-первых, бэкграунд виновника. В то время, когда начался коррупционный процесс, над ним у него было очень много, как в тех же соцсетях, в СМИ, там выступало много молодежи, которые поддерживали его балашаковцы, коллеги и так далее. И вина его, соответственно, ставилась под вопрос. Прошло время, и тем не менее, приговор-то состоялся, вроде бы, крупный срок дали, но вместо 10 лет лишения свободы человек отсидел в 20 с лишним года. Вышел досрочно. Не произошло же ведь его оправдание, переквалификации каких-то там его действий, да, просто вот президент его помиловал. И вот эта несправедливость вызвала тогда вопросы. Вторая ситуация. Тут стало понятно, что он, оказывается, по выходу из тюрьмы вообще не бедствует там, да, убийство произошло в их здании, да, ресторане и так далее, да, в большом, крупном центре, в самом центре Астаны. Задним числом становится понятно, что вот эти обвинения в коррупционных преступлениях, ну, значит, были не беспочвены. Политическое происхождение лица, то, что он все-таки там был связан со старым Казахстаном и был любимчиком первого президента, ну, наверное, вот это вот все говорит в пользу того, что вот, ну, общество ополчилось, и опять против этого персонажа, ну, и, конечно, не беспочвенно. Даже все те, кто спорил со мной на протяжении этих многих лет, как с правозащитниками говорили, да нормально все у вас, женщины, чего вы жалуетесь, он, работайте, у вас все хорошо и так далее. Они наконец-то поняли, что на самом деле все далеко не нормально, что замалчивается насилие, закрываются глаза на грубейшие нарушения прав женщин, сексуализированные преступления. На самом деле они шокируют статистикой. И все это, все эти годы, оно замалчивалось и под ковер заметалось, и делалось, что все хорошо у нас. Женщины просто так почему-то возмущаются, вон, феминистки. Все, что пыталось правительство, общество не замечать, вот это все вскрылось. Вот такой гнонячок он вскрылся, и как вулкан он просто разнес все. Так и бывает, когда мы все время пытаемся делать вид и не замечать, просто поверхностно. Этот нарыв, он нарастает, нарастает, и в какой-то момент просто пика своего достигает. Трагическая история убийства Салтанат Нукеновой началась 8 ноября 2023 года. В этот день молодая женщина вместе со своей подругой и супругом Куандыком Бешимбаевым пришла на концерт российского певца Димы Билана сюда, в центральный концертный зал «Казахстан». Было 8 часов вечера, и проблемы начались почти сразу. Как только компания зашла внутрь и расселась по местам, бывший министр завел разговор, который почти довел его спутницу до слез. И после этого пара резко покинула выступление зарубежной звезды. В 20.55, как зафиксировали камеры видеонаблюдения, Бешимбаев и Нукенова подошли к гардеробу. И когда молодая женщина не смогла найти номерок и забрать свою верхнюю одежду, супруг накинул ей на плечи собственную куртку. И они вместе покинули здание. Вообще вся описанная сцена, то, как Куандык Бешимбаев испортил собственной супруге вечер, в дополнение к рассказам ее брата и подруг о других скандалах и рукоприкладстве со стороны бывшего булашаковца, все это ясно показывает, что отношения между Салтанат Нукеновой и Куандыком Бешимбаевым носили характер абьюза. И эта ситуация, к сожалению, знакома многим казахстанкам. Очень многие женщины, знакомые с этими печальными фактами, узнавали в Салтанат Нукеновой, самих себя. Они тоже долгое время не могли или до сих пор не могут уйти от таких тиранов. В чем причина? Какая самая популярная поговорка, о которой говорят женщин бьет, значит любит? Что с детства внушается этим женщинам? Терпи, и меня били, не уходи ради детей, и ради семьи и так далее. И все это нормализировалось, считалось позором, что женщина об этом говорит, и ее еще само в этом винили. Ты, значит, довела, ты, наверное, сама повод дала и так далее. А это все накапливалось годами, и у представителей мужской половины, наверное, сложилось впечатление, что и какой-то опыт сложился, что бью, и мне за это ничего не будет. В 2017 году декриминализировали бытовое насилие. Его перевели в категорию административных правонарушений, по сути, уравняв с выброшенным окурком. Даже за выброшенный окурок был штраф денежный, а за умышленные побои в отношении жены было предупреждение. Понимаете? То есть он умышленно побил свою жену, а суд ему говорил, так больше не делай. И все. Выйти из таких отношений – это не там какой-то договор, контракт закрытый, сказать, все, мы больше не партнеры, ты своей дорогой, я своей дорогой. Часто бывают сталкинг, часто бывают преследования, часто бывают угрозы, часто бывают порывы ревности, я тебя никому не отпущу. Ты должна быть только со мной, я никого рядом с тобой представить не могу. И тем самым, даже когда жертва пытается уйти или же остановить, выйти из этих отношений, то агрессор, абьюзер не позволяет этого сделать. И здесь, конечно, есть выход, не надо этого бояться. Можно обратиться в полицию, правоохранительные органы, об этом заявлять, уведомлять, осведомлять близких, родственников, говорить, что вот у меня, я вот расстаюсь, но у меня муж там не отпускает. Пожалуйста, имейте в виду, если я там долго не буду отвечать на телефон, сразу принимайте меры. Я боюсь за свою жизнь. То есть вот это нужно делать. Второй момент – надежда. То есть вы, у вас такая любовь, страсть, вы же там не случайно там как-то вместе начали жить, что-то вас связывало. И начиная вместе жить, начиная более тесные отношения, вы видите, как сказать, истинное лицо или же другую чёрную сторону партнёра. И не всегда хочется это принимать, всегда думая, что нет, любовь всё победит, нет, я смогу его исправить, нет, я смогу его вылечить, просто ему в жизни не повезло, вот я поддержу, и с ним всё хорошо. Эмоциональная связь. Очень трудно верить, что твой близкий человек может тебе навредить. Трудно это принять. И третий момент, который я бы обозначил, это статус. Вот именно чем ты успешнее, начинается синдром отличника. Чем ты успешнее, тем труднее признать себе и окружающим, что у тебя в личной жизни не сложилось. Потому что все же будут говорить, как такая образованная, такая красивая, такая молодая, такая успешная, такая состоятельная, и развелась, рассталась, не получилась и так далее. Что скажут родственники, что скажут окружающие? Я от Буллада, как я там родителям в лицо посмотрю? У нас такие серьёзные кудалары, мы не должны расставаться. Довесимость ещё держится на детях, как правило, потому что особенно это касается женщин, которые не смогли никак себя обеспечить. У них нет работы, у них нет образования, у них нет какого-то имущества. И поэтому она, естественно, будет смотреть на мужа, его родственников и переживать, что дети отдадутся с ним. Потому что законодательство тоже иногда встаёт на защиту. Мужчины, когда говорят, что у женщины ничего нет, она не сможет их обеспечить, и поэтому передают детей мужчине. С женщинами чаще всего движет страх. И этот страх, он формирует неправильные мысли. Страх о том, что она не справится, страх о том, что она останется одна, страх о том, что женщину будут осуждать общество. И самое интересное, что вот эти все страхи, они перевешивают страх быть убитой. Вот когда у женщины уже перевешивает страх, что её убьют и как-то ещё пострадают дети, вот тогда она уже действительно уходит. А пока она не видит этого страха, перекрывая другие страхи, она живёт в этих абьюзивных отношениях. И ещё абсолютно нет никакой поддержки со стороны общества, общества, которое окружает эту женщину. Брак, сам по себе, сакральный у нас считается, и некий. И тот, кто первый уходит, кажется, что он это портит, он или она это разрушает. И здесь общество часто видит женщину, которая уходит из семьи, которая разводится, которая, условно говоря, портит отношения, портит брак, отпас, он был зубжат. Но никто не видит, какие мучения она переживает, через какие страдания она проходит, как ей трудно с этим человеком наедине оставаться 24 часа, вместе находиться и жить. И статус разведённой женщины, одинокой женщины с детьми, к сожалению, до сих пор в нашем обществе порицается. Общество, ладно, общество. Близкие люди не принимают. Родители не принимают часто. Бешимбаев на протяжении всего суда пытался дать оценку Салтанатну Кенновой как личности, как жене. Зачем он это делал и на что, собственно, рассчитывал? Да, абсолютно стандартный приём любого абьюзера, любого преступника — размыть информацию. Информацию размывают для того, чтобы увести внимание общественности от самого преступления. И поэтому максимально много информации выдают о жертве. То есть мы не обсуждаем, как произошло преступление, при каких обстоятельствах. Мы обсуждаем только тому жертву. Какая она? Плоть до того, что как готовила, как любила выпить якобы, как одевалась, как себя вела, как не уважала мужа. Эти все факторы почему-то важнее, чем сам факт убийства. И поэтому, понимая психологию наших граждан, Бешимбаев раздул вот этот бразильский сериал и начал рассказывать именно о жене. После каждого заседания суда были очень большие обсуждения в соцсетях. Комментарии, люди друг другу писали. И было, к сожалению, немало людей, которые поддерживали, которые говорили, ну, если моя жена так сделает, я тоже так сделаю. Если она себя будет так вести, я тоже так сделаю. И, к сожалению, здесь мы играем только в одни ворота. Нет салтанат, который может это опровергнуть, сказать, нет, это было не так, это было вот так. И с его стороны, ну, это было, на самом деле, очень подлое и низкое. У нас общество достаточно патриархально воспитано, и поэтому очень много людей встало на сторону Бешимбаева. Просто из-за такого мощного общественного резонанса, из-за такого серьёзного обсуждения, люди боясь высказывать своё мнение, да, на фоне всего того, что происходило. Моё мнение, что как минимум 70% людей поддержали Бешимбаева, потому что действительно воспитаны патриархатом. И то, что женщина спровоцировала, женщина не молчала, женщина себя вульгарно вела или ещё что-то, до сих пор многие считают поводом для того, чтобы женщину поставить на место, воспитать, как-то её там поучить и всё такое. Вот поэтому я считаю, что активное участие в обсуждении неприкрытое такое принимали именно те, кто понимал, что всё, уже пришло время перемены, пора этому всему дать правильную оценку. И я думаю, что это не такой уж и большой процент людей. Почему люди оправдывают насилие? К сожалению, много разных социальных исследований, и очень трудно прийти к какому-то конкретному знаменателю, что вот поэтому. Даже вот на примере армии молодой салат приходит, получает, получает, он становится старше, но продолжает там бить молодых студентов. Там девушка выходит замуж, там пока она келинка там мучается, мучается, но когда становится денежкой, своей келинке то же самое делает. Люди не хотят, чтобы только они страдали. То, что я сейчас заслужила, получила, этот статус, я прошла через вот эти трудности. Меня били, я терпела, меня там материли, оскорбяли, я это всё пережила, зато я сейчас вот такая вот ажека, вот такая вот статная там опашка, меня все уважают, любят. А ты там бред, а я ажек, куда уходишь? Нет, ты тоже должна через это всё пройти. Такое мышление. Ну, это больное мышление. Ни в коем случае нельзя оправдывать насилие. Другое дело, когда вы оправдываете насилие, потому что симпатизируете к агрессору. Ну, он хороший, он добрый, он такой ответственный, успешный, всё для журнежи дела. Что ещё надо было? Могла спокойно, тихо, мирно там жить, не провоцировать, в кавычках, не доводить, в кавычках, и ничего такого не было бы. Потому что много женщин, которые замуж не могут выйти, там, у них мужья там и похуже действия делают, и по статусу похуже. Может быть, даже кто-то мечтал бы, чтобы у неё был такой муж, как Хонт Пишинбаев. Мы сейчас находимся у входа в фудмол-гастроцентр. Раньше здесь, на втором этаже, находился ресторан «Бау», где 9 ноября и произошло убийство Салтанат Нукеновой. Именно сюда, после выхода с концерта, и направились супруги. Когда камеры наружного видеонаблюдения накануне вечером зафиксировали их прибыть, эти часы показывали 15 минут десятого. Дальше следуют долгие часы беззвучных видеозаписей. Без четверти час ночи, то есть уже 9 ноября, Бишинбаев и Нукенова сначала покидают здание, но затем возвращаются туда. После они продолжительное время проводят в предбаннике, уже за дверью. Там они о чём-то разговаривают и нервно жестикулируют. Мимо постоянно проходят люди. Куандык Бишинбаев то и дело пытается вплотную приблизиться к Салтанат Нукеновой, и в какой-то момент даже трясёт её за голову. Часы показывают час ночи, четыре минуты. После Бишинбаев ещё долго что-то говорит, выяснение отношений продолжается. В 2 часа 19 минут он и Нукенова уже наверху заходят в вип-кабинку ресторана. Внутри неё камер нет, и долгое время казахстанцы, следившись за процессом, полагали, что о произошедшем внутри неё они достоверно не узнают никогда. Однако к концу разбирательства бывший министр, ко всеобщему удивлению, предоставил суду доступ к своему телефону. И там обнаружили множество коротких шокирующих видео. Посмотреть эти видео смогли лишь участники процесса. Остальным дозволено было только слушать голоса Бишинбаева и его жертвы. Таким образом, все узнали, что с 6.43 до 6.59 часов Куандык Бишинбаев настойчиво выпытывал у своей жены, спала ли она раньше с Рейнбеком Баталовым. Как уточнила судья, изучая доказательства глумления Бишинбаева над своей женой, рубашка на Салтанатну Кеновой была к тому времени уже вся в крови. Следующий момент. Зафиксированный камерами гастроцентра пара покидает ресторан ровно в 7 утра. Они садятся в машину, где абьюзер продолжает задавать Нукеновой все те же вопросы и снимать все это на свой телефон. В 7.16 пара снова возвращается в ресторан. К этому времени на Салтанат Нукеновой уже нет никакой другой одежды, кроме куртки супруга на голое тело. Когда они оказываются на втором этаже, камеры видеонаблюдения фиксируют, как Куандык Бишинбаев жестоко избивает собственную жену. Он пинает ее, бьет по лицу, от чего она ударяется головой о стену и тащит ее за волосы по полу. В 7.19 именно таким образом он волочит ее из туалета в вип-кабинку. И там уже телефон самого преступника снова свидетельствует о том, как с 7.19 до 8.24 он издевается над ней, вновь и вновь оскорбляет, спрашивает о Раймбеке Баталове и заставляет обнаженную что-то искать. Все это время жертва тяжело и прерывисто дышит, еле отвечает на его вопросы. И это, как мы понимаем, лишь малая часть тех кошмаров, что произошли с Салтанатом Кеново и той ночью. Мы даже эти видео не увидели, но понятно было даже просто по озвучиванию происходящего, что здесь произошло совсем что-то страшное. Стало понятно, что, по крайней мере, при прежнем режиме даже отъявленные психопаты могли достичь высоких статусов. Была ли это меритократия вообще при выборе таких лиц? Он же какие-то базовые даже получается, какие-то психотесты, наверное, не прошел бы, если бы его полноценно отбирали на госслужбу. Для меня просто было очевидно то, что произошло убийство. Потому что когда на этапе еще неполной информированности по тем доказательствам, которые будут собраны, по тем материалам, которые следствие соберет, я изначально предупреждал, что, возможно, там квалификация уже на следствие будет не как убийство, а вот по 106-й статье как причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть. Но потом, когда мы ознакомились с результатами экспертизы, когда более-менее определенная картина была уже следствием установлена, для меня, по крайней мере, очевидно было то, что там было совершено убийство. Я согласилась осуществлять защиту и никогда бы на это не согласилась, если бы я не была уверена в его невиновности, в убийстве именно с особой жестокостью. И вопрос убийства тоже сомнителен. Почему? Потому что убийство может иметь место только тогда, когда человек умышленно осознает, что он убивает человека, не просто причиняет вред здоровью, какой-либо не было степени тяжести, а вот именно умышленно бьет, например, ножом в жизненно важные органы, в шею, в сердце. Делает это несколько раз. Это же не первое убийство. Есть сложившаяся практика. И из этой практики складываются вот такие нормативные постановления, где Верховный суд разъясняет, как правильно квалифицировать. И там изложено четко о том, что косвенный умысел – это когда ты предполагаешь наступление смерти, но ничего, не пытаешься никак это предотвратить. Поэтому убийство с косвенным умыслом, в принципе, оно очевидно. То, что он умышленно наносил вред здоровью ее, которое впоследствии с заключением судебной медицинской экспертизы было установлено, что состоит в прямой причине связи со смертью. То есть она же не умерла от того, что ее током ударило, или от того, что она упала. Нет, на ней нашли следы удушья. Какой срок получил бы Бешенбаев, зависело, запланировал ли он это преступление, с жестокостью ли он убивал, или нарочно, и так далее. Не означает, просто кулаками избил до смерти, например. Это была, конечно же, та картина, которую сторона Бешенбаева хотела показать нам и доказать, что у него не было никаких намерений убивать с особой жестокостью, потому что они знали, потому что максимальный срок за убийство с особой жестокостью – это пожизненное заключение. Это было особое убийство с особой жестокостью, умышленное убийство. И я как химистский исследователь скажу, что это не просто убийство, это химицид. Видите, особую жестокость люди понимают по-разному. По нашему делу мы весь процесс доказывали, что нет никакой особой жестокости. Особая жестокость, когда человека режут 30-40 ножевых ранений и так далее, изворачивают всё тело, отрезают голову у некоторых и так далее, это и является особой жестокостью. А по нашему делу мы доказывали, что тут особой жестокости нет. Там даже ни одной раны нет на теле, которую бы он нанёс бы. Человек упал, получил субдуральную гематому, уснул, и на протяжении всего этого времени она спала. А он, Бешенбаев, ходил и ждал, когда она проснётся. В зависимости от того, на чьей стороне адвокат. Если он на стороне обвинения, он может требовать вменить такой квалифицирующий признак убийства как особой жестокости. И наоборот, со стороны защиты адвокат может доказывать, что этого квалифицирующего признака в данном деле нет. Но, конечно, на этот случай есть давно сложившаяся какая-то научная традиция и есть нормативное постановление Верховного суда. Там понятию особая жестокость даётся такое определение, если упростить его для обывателя, то есть не просто убийство, а именно сопряжённое с какими-то особыми мучениями для потерпевшего, то есть с каким-то издевательством над ним, глумлением, с намерением причинить чрезмерные, излишние, максимальные, точнее даже, физические и психические страдания. Ну, так скажем, если ещё проще, садистское убийство. В деле Салтанат вот эта вот особая жестокость, она была налицо? Она не была налицо. Изначально было много вопросов к ней у специалистов, но вопросы иссякли после того, как Бешимбаев выдал суду свои видеозаписи, вот когда дал доступ к телефону, и стало понятно, что это вот глумление наджектой действительно длилось там несколько часов. Присяжные же не глупые люди. Они все видели материалы дела, заключения экспертов. Было не одна, две экспертизы проведены в рамках досудебного расследования. Телефонные записи вскрылись. То есть убийство именно по части второй, умышленное убийство, которое с особой жестокостью, чем оно отличается от части первой, тем, что пытки длительное, продолжительное время. Салтанат пытали, по сути, по видеозаписям это установлено. Но вот эти пытки, они продолжались всю ночь, то есть продолжительное время. И после пыток, по сути, были и нанесены травмы, которые впоследствии явились смертельными. Поэтому это прямое умышленное убийство. В 9.59 в ресторане появляется Бахджан Байжанов. Дальний родственник Уандыка Бешимбаева и директор гастроцентра. За всю первую половину дня он оказывается в вип-кабинке, из которой Салтанат Нукенова так и не выходила несколько раз. В первый раз это происходит почти сразу, в 10 часов. Он сначала заходит в вип-кабинку, а затем выходит, чтобы вернуться туда с пледом. Во второй раз, когда Бахджан Байжанов появляется в помещении, где находятся Бешимбаев и Нукенова, часы показывают 13 часов 6 минут. Байжанов тогда заносит в вип-кабинку некие пакеты, а выйдя, распускает сотрудников ресторана. И в третий раз появление Бахджана Байжанова происходит в 20 минут второго. Тогда Байжанов заносит в вип-кабинку пакеты с лекарствами, которые попросил Куандык Бешимбаев и купил один из сотрудников гастроцентра. И уже после Бешимбаев отправляет Байжанову текстовые сообщения, в которых сначала просят удалить все видеозаписи гастроцентра, затем найти телефон его жены, привезти новую одежду и отменить все банкеты в ресторане. Около 14.00 Бахджан Байжанов через администратора просит одного из сотрудников стереть все видеозаписи с камер наблюдения. В 14.11 Куандык Бешимбаев начинает звонить знакомой гадалке из Шимкента, а в половине третьего снова пишет Байжанову, просит его забрать пальто Салтанат Нукеновой из центрального концертного зала Казахстан и не выключать при этом ее телефон. Байжанов выполняет порученное. А бывший министр, обучавшийся по Балашаку, продолжает писать и звонить гадалке. Та не поднимает трубку. В 15.27 один из подчиненных покупает нашатырный спирт. В 15.33 Бахджан Байжанов звонит знакомому врачу. Примерно в это же время в ресторане появляется одноклубница Бешимбаева, Гульнара Насырбекова. После 7 часов вечера Куандык Бешимбаев продолжает названивать ясновидящий, а еще отправляет сообщение знакомой проститутке. И лишь в 19.55 не Бешимбаев, Байжанов наконец-то звонит в скорую помощь. Преступление Байжанова, оно же действительно его действия, да, он не убивал там сам, но оно же реально находится за гранью добра и зла каких-то наших представлений о человеческой морали. Я не то, что не работал сам, я вообще не слышал никогда в жизни о преступлениях подобного плана в нашей стране. Байжанов ведь не труп помогал укрывать, готовый, помогал укрывать следы преступления в отношении умирающей, он же не попытался ей оказать помощь какую-то. Материал дела меня поразило, наверное, в первую очередь безразличие сотрудников ресторана, безразличие охраны, которая приезжала, там были, было очень много людей в этом ресторане в тот вечер, официанты были, маляр элементарный, который всю ночь слышал крики, и он знал о побоях. Вы помните, то, наверное, уже ставшее известным сообщение, которое он написал администратору ресторана, надеюсь, жена жива. То есть человек знал достоверно, что происходит, но он ничего не сделал. Абсолютно. Он не позвонил ни в скорую помощь, он даже анонимно мог позвонить в полицию, никто бы его имя не спросил. Полиция бы приехала, и, возможно, Султанат была бы жива. Безразличие сотрудников ресторана, которые знали о побоях, в то утро они знали, привозили одежду, ходили туда-сюда. Все молча просто наблюдали за всем этим. Я была поражена цинизмом вот этих переписок, где это все обсуждалось. Вот это самое страшное. Я считаю, что все самые ужасные преступления совершаются с молчаливого согласия. Неужели они не слышали, что он ее бьет? Байжанов заходил, он видел, она его держала за руку, он же говорит, она вот так, он же мог, он же мог ее спасти, он мог ее спасти, он это не сделал. С одной стороны, это каков поп, таков приход. Понятно, что семья там себе понабирала таких людей, наверное, ну, таких же моральных широких принципов, так скажем. С другой стороны, это ведь говорит о том, что люди же зависимы от них материально и наверное, не так легко найти работу им. И это о чем говорит, а то, что кто-то ведет себя как рабовладелец, а кто-то как раб беспрекословно выполняет его поручения хозяина. Вполне вероятно, что в другую обстановку, в другой ситуации нашлись бы какие-то неравнодушные люди, которые помогли бы, спасли бы жертву, не довели бы до такой ситуации, может успели бы спасти ее даже после избиения. Я не медик, вот это оценивать не могу. По крайней мере, попытались бы оказать первую медицинскую, скорую медицинскую помощь. Здесь конкретно, да, это такой негативный слепок нашего общества. Не нашлось не то чтобы героя, просто человека, который не может пройти мимо, когда кого-то избили. Здесь остается лишь добавить то, что место преступления, в общем-то, принадлежало Бешимбаеву. Он лично подтвердил в суде в апреле этого года, что сам владел рестораном, а его мать долей в здании. Сегодня ресторана БАУ больше нет, а Альмира Нурлыбекова вышла из состава учредителей гастроцентра. Таким образом, по доступной нам информации, Бешимбаевы окончательно покинули место преступления. С марта за тем, что происходило здесь, в межрайонном суде по уголовным делам города Астаны, следили миллионы глаз. По просьбе самого на тот момент обвиняемого заседания по его делу проводились открыто, с участием прессы, и потерпевшая сторона возражать не стала. По всей видимости, все возлагали определенные надежды на общественное мнение и общественный надзор. Но поистине беспрецедентным в этом деле стало решение Верховного Суда транслировать этот суд онлайн широкой публике. И таким образом, наверное, каждый второй из вас, наши зрители, следил за этим процессом со своего телефона. И все же, почему это дело прогремело на весь Казахстан и на весь мир? Была ли наша судебная система готова показать всю свою кухню изнутри? И так ли всегда в Казахстане проходят суды с участием присяжных? Это первый открытый процесс в Центральной Азии, в Средней Азии. Вообще в странах СНГ, наверное, первый открытый процесс. То есть как раньше процессы проходили? То есть идет суд, журналисты снимают какие-то отрывки, выкладывают это, потом комментарии адвокатов и так далее. А здесь именно шла прямая трансляция всего процесса. То есть любой желающий бог подключиться и в режиме реального времени смотреть. Это первый фактор. Второй фактор, все равно я это связываю с личностью салтанат. В ней увидели символ борьбы с насилием. И все, кто... Не только в Казахстане, в России очень много людей смотрело, потому что Россия уже много лет не может принять закон о профилактике бытового насилия. И очень много людей с России, женщин не пишут, как раз таки женщин с России пишут о том, что мы столько лет боремся, вот именно так наши женщины умирают. И мы рады, что вот Казахстан продвинулся, и вот такой процесс освещают. На русскоязычном пространстве вот СНГ вот такой вот условно говоря голод в правосудии. Не только же у нас как бы люди недоволены тем, что происходит в судах. И когда такое дело, оно получает такой резонанс и в открытую демонстрируется, еще и в прямом эфире, оно как раз таки вызывает вот этот интерес. Опять же, не из-за того, что там был Бешимбаев. Данный процесс постоянно освещался в средствах массовой информации. Но это же хорошо. Ну, я скажу, что хорошо или не хорошо, но подобных таких уголовных дел у нас очень много. Но почему-то другие дела не освещались, никому было неинтересно. Но как только стало известно, что Кондока Бешимбаева задержали, с этого момента началось освещение, полностью освещение этого дела. и все это вот таким образом общественный резонанс отдал такую прям широкую, обширную вот такую информацию, что люди начали просто включаться. И люди начали включаться все, да, там, начиная от молодежи, там, от 13-14 лет и кончая уже бабушками, дедушками, которым по 80-90 лет. Мне даже писали личные сообщения бабушки, да, вот, которые сидят возле телевизора. Вот, очень много сообщений, комментариев было, конечно, очень много было хейта. Первое время я вообще не открывала соцсети свои, я все соцсети свои заблокировала. Мне кажется, суд общественного мнения сейчас иногда даже выше и сильнее, чем вот суд-суд, чем вот этот вот юридический суд. Естественно, он сыграл роль. Внимание общественности, то есть здесь уже думаю, если и была какая-то вероятность, то очень маленькая того, что что-то решится где-то там за кулисами, не покажут и так далее. Ну, в принципе, наверное, это даже невозможно было в случае суда над Бешимбаевым. То есть вот эта вся транспарентность, открытость, они, конечно, сыграли роль в приговоре и вообще во всей развязке. У нас суды в основной части проходят в закрытых режимах и вот общество о них узнает там опять же по публикациям адвокатов, там, когда они довольны там в Фейсбуке, по публикациям журналистов. А здесь, можно сказать, все вот население, которое следило за этим процессом, можно сказать, что оно было на процессе. И оно увидело, как процесс должен проходить. Ну, условно, да, в идеале. Я не говорю, что это идеальный процесс был, но вот как в идеале должно проходить судебное заседание, какие обстоятельства должны выясняться. Я считаю, что это такой определенный, как правовой, ну, не всеобуч, да, но такой расширение границ, понимания того, как судебный процесс должен проходить. боюсь, что общество мало, что увидело для себя в этом уголовном судопроизводстве, да, потому что это был от начала до конца постановочный процесс с предрешенным исходом и результатом. Это действие мало чем отличалось от там программы час суда. И это не был процесс в том в обычном понимании и судья вела себя неестественно, и прокурор, и вольно, и невольно, другие участники процесса, включая адвокатов, вели себя не так, как в обычном процессе, подстраиваясь под эти вещи. Потому что, ну, понятно, что в первую очередь судья потерялась в свете софитов. И как себя вести, как правильно, там нужно, тут выяснилось, что ты участвуешь, оказывается, в шоу, да, и нужно подстраиваться под интересы общества. И вести себя так, как она привыкла, не получается. Теперь надо вести себя иначе. И это же в любом случае сказывается на ткани процесса. То есть, к этому, да, судебная система точно была не готова. Здесь, как бы, должное надо отдать. То, что на любой другой процесс, если прийти, у нас в большинстве своем прокурор приходит, у него в руках обвинительный акт и блокнот. Все, больше никаких документов по делу прокурор безучастный сидит, один-два вопроса свидетелям или сторонам подсудимым. Здесь прокуроры были максимально готовы к процессу. И прокуроры, я считаю, наоборот, они показали такой класс для других своих коллег, как надо поддерживать гособвинения в суде, неважно по какому делу. На тот момент обвиняемый сейчас уже осужденный Куандык Бешимбаев. Что вы можете сказать о том, как он себя вел, как он выражался? Не могу, конечно, на 100% утверждать, но я уверена, что у него были консультанты, у его, у его семьи были консультанты, причем, мне кажется, не наши, не казахстанские все-таки. Может быть, разная тоже информация до меня доходила, что кому-то из казахстанских специалистов они обращались, какие-то там небольшие подсказки давали, но многие наши коллеги не стали просто связываться с этим делом, ну, как говорится, зашкварно им было, и вроде как, как будто бы семья Бешимбаевых обратилась к российским специалистам. Ну, я думаю, что были консультанты, вот даже взять в то интервью, помните, российской блогерши они давали, откуда бы, если бы никто их не консультировал, никто им не помогал по пиару, откуда бы там родители Бешимбаева вообще узнали бы, кто такая Наталья Грейс, обратились бы к ней, захотели бы ей вдруг интервью дать, хотя, конечно, она так преподносится, как будто бы это ее была инициатива. Понятно, что это монстр, понятно, что человек просто был подготовлен, он умеет себя вести на публику, но если мы разберем с точки зрения коммуникации, его боди лэнгвич, его языка тела, то очень четко видно, например, что задача, главная задача Бешимбаева была в том, чтобы было признано, что убийство было неумышленным, да, не, и он все делал для этого, да, то есть его приглушенный голос, такой мягкий, он был совершенно не агрессивный до поры до времени, он был такой якобы няшка, очень много он использовал то, что мы называем стори-тейлинга, рассказывал разные истории с вкраплениями деталей и так далее, он очень много использовал то, что вот в коммуникациях называется различных сравнений, играл на контрастах, все время вставлял, помните эти риторические вопросы, там, Салта, ну зачем ты так делаешь, Салта, ну я же тебе говорил, Салта, ну я же тебя просил, то есть он пытался подспудно выстроить образ Салтанат, что в каких-то моментах она была сама виновата, что она была не такая уж невинная, как пытаются ее, значит, показать и так далее, то есть у него все было сделано, на мой взгляд, профессионально, но понятно, что и улики были на лицо, и понятно, что человек, тот образ, который он хотел создать, не соответствует его реальному образу, мы видели очень много в интернете ссылок, публикации от его бывших коллег, которые писали о том, как он себя вел на работе, как он общался с людьми. Он в этом процессе, по крайней мере, из своего монолога, когда он там двое или трое суток выступал, он пытался, и я так понимаю, это как бы одна из его тактик была при выборе именно суда с участием присяжных заседаний, показать себя жертвой, ну, скажем так, не домашнего насилия, но вот такого неадекватного там поведения со стороны гражданской супруги. Он рассчитывал переубедить людей, граждан в том, что это было не убийство. Вот его основной расчет строился на этом. И, ну, надо сказать, что шансы-то есть на этом. Именно в суде присяжных заседателей эти шансы гораздо велики, нежели чем в обычном суде. Поэтому он реализовал свое право, воспользовался, но, скажем так, ну, я считаю, что у нас получилось лучше. 13 мая 2024 года Куандыка Бешимбаева признали виновным по двум статьям убийство с особой жестокостью и истязание. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Бывший министр мог, однако, быть осужден и на несколько более длительный срок, но суд, как объяснили, учел, что у него есть трое несовершеннолетних детей. Вы же помните расположение мест? Справа от нас сидели присяжные-доседатели. И во время ключевых процессов, то есть, когда допрос эксперта был, воспроизводились эти видеозаписи и так далее, я примерно считывала реакции людей. Я понимала, что для них все очевидно. По их реакции я понимала, что приговор все равно состоится. Споры возникали, сколько присяжных проголосовало. Я, например, уверен, что все присяжные проголосовали за его вину. Не называют абсолютно никаких сомнений. Потому что те эмоции, какие были у присяжных в процессе, те эмоции, какие у них были во время премии, и те эмоции, какие у них были на лице, когда судья уже оглашала приговор, они же все довольные стояли, у них у всех было такое, я бы даже сказал, на лицах было написано, что ощущение их значимости, то, что они способствовали тому, что он получил такой срок, это обоснованно, потому что по сути они же принимали решение о его виновности, а судья лишь в рамках норм материального права уже назначил наказание. Есть фигура политического плана, уже вышедшая в тираж, которую, в принципе, можно отдать толпе на сидение, на растерзание, и, опять же, повторю, что абсолютно при том обоснованно вполне. Поэтому здесь как-то интересы совпали, нельзя сказать, что Бешубаев стал жертвой стечения обстоятельств, он сам нашел конец своего пути. Это политически заданный процесс, и решение, конечно же, созревало во властных коридорах, судьба там изначально была взвешена и упакована, измерена, все и предрешено. Потому что у нас нет независимой судебной системы, вот и все. Просто то, что для многих выглядело, видите, как какой-то такой магический спектакль, где схлестнулись стороны света, тьмы и так далее, ну, понятно же было, да, что там для, не знаю, лично для меня, как для профессионала, что это просто такой вот политический спектакль. после того, как он скрыл свои видеозаписи, я понял, что сейчас во властных коридорах какая-то неизбежная корректировка наказания произойдет, и я понял, что ему отвесят по самое горлышко, все, горлышко, это вот 25 лет, моя мелкая ошибка, что я не учел, что все-таки в судебной системе нужно хотя бы лицо сохранить и хотя бы ну, такую немного в гуманность проиграть, все-таки вспомнить там, что у Бешимбаева есть малолетние дети и один год от максимального срока скинуть, и вот 24 года окончательный срок вырисовался, да, можно было и его предугадать. Я согласна, что это политический был момент. К сожалению, этот момент был не для нас. Это было не для казахстанцев. Политически он был очень грамотно построен для мирового сообщества. Я просто аплодирую стоя тем, кто продумал весь этот процесс и всю эту кампанию, потому что далеко за пределами Казахстана смотрели суд Бешимбаева и люди, которые не знают на самом деле какая ситуация в Казахстане, они сделали выводы, что у нас очень прогрессивное общество, что у нас идёт мощная борьба с гендерным насилием, что наши женщины очень смелые, что наше правительство очень лояльное к женщинам и поддерживает женщин. судебная судебная пошла на поводу общественного резонанса. Как это вообще возможно? Мы живём в авторитарной стране. С каких это пор судебная система, исполнительная власть, кто бы то ни было, удовлетворяет наши запросы? Вы видели, как проходил процесс, вы видели материалы дела, вы участвовали при исследовании доказательств, вы участвовали при приговоре, и вы считаете, что этот процесс справедливый и он получил по заслугам? Во-первых, я хочу сказать, что та статья, которую ему вменили, ему вменили незаконно. И тот процесс, который прошёл с этими присяжными заседателями, позже который мы выяснили, очень много моментов, которые я сейчас разглашать не буду в отношении каждого присяжного заседателя, и как проходил процесс, и как это всё преподносилось, я считаю, что незаконно его осудили на 24 года. Максимальный срок, который мы ожидали, было 25 лет. Когда запросили 20 лет за убийство и 7 лет за истязание, я была рада, если честно. Моё состояние в то время, да, я была рада, потому что я даже думала, что он наверняка стоит присяжно грешить, что он не убивал или даже пожалеет его, потому что он так выступал, это был перформанс Вишимваева. Я говорю, это не судебный процесс Вишимваева, он просто джокер, который показал свой последний дебют перед присяжными. Был ли приговор справедливым? Процентов 80, я могу сказать, был справедливым, что ему дали 24 года, но несправедливым 20% все-таки хотелось, что он получил пожизненное. Я думала, дадут меньше. И когда сказали вот этот срок, опять-таки, по аналогии с тем, что дают за убийство, на почву про того вносили, там 15, 12, 15. Я была немного удивлена, но я не скажу, что в моем понимании, что это много. Я думаю, что в принципе за убийство не должны давать меньше 20 лет. Не важно, какое. Если, конечно, это было не по неосторожности одно, а тут-то... Ему вменили убийство с особой жестокостью, истязание, и дали ему 24 года. Вот, видите, мы здесь и министров сажаем, он бывший министр, мы не посмотрели ни на что, вот общество у нас шумит. Кстати, как раз в то время, если вы помните, как раз были большие потопы и наводнения, а у нас эфир, по-моему, был забит как раз делом Бешимбаева. Вот насколько этот именно информационный аспект смещался. Я считаю, что вынесены приговор в отношении Бешимбаева не соответствуют его деянию, а вынесены приговор в отношении Яны Бесибаева, которая погибла от рук убийцы в Дубае, и он еще поместил ее в чемодан и бросил, где ему дали 15 лет лишения свободы. Оно черчур мягкое. Это минимум он должен был сидеть 20 лет. Здесь надо не забывать, что Бешимбаев находился на промоционном контроле и ранее был осужден на 10 лет. Это было серьезным отягчающим обстоятельством. Когда мы смотрим какие-то другие суды, мы видим, что есть отягчающее обстоятельство, есть мягчающее обстоятельство. И когда ранее осужденный преступник, тем более у него было тоже тяжкое, особо тяжкое преступление, ему дали 10 лет, и он, находясь на пропорционном контроле, совершает еще более тяжкое преступление, ему обязаны были тот срок приплюсовать к этому сроку. Получилось 24 года. Я считаю, это очень объективно было для Бешимбаева. Люди просто забывают, что Бешимбаев рецидивист. Защита Бешимбаева и он сам были, разумеется, с приговором не согласны. Хотя теоретически бывший министр может выйти на свободу через 16 лет, отсидев лишь две трети от положенного срока. Адвокаты Бешимбаева подали апелляцию, но суд второй инстанции решил оставить приговор без изменений. Это было в июне, а в июле Бешимбаева этапировали в колонию максимальной безопасности. Мы, кстати, несколько раз отправляли запросы в Комитет уголовно-исправительной системы на проведение интервью с Куандаком Бешимбаевым. Однако в этом самом интервью и в съемках на территории колонии нам почему-то отказывали. Так вот, первое время сообщалось, что Куандык Бешимбаев должен был отбывать свой срок именно здесь, в колонии, в селе Аршала, поэтому мы приехали сюда. Однако, буквально несколько минут назад к нам подошел человек, который представился начальником этого учреждения, и он сказал, что Куандыка Бешимбаева здесь никто никогда не видел. Теперь мы не знаем, где сидит Бешимбаев. Нам удалось созвониться с Носкен Кусаиновой, его адвокатом, и она подтвердила, что в Аршалы его действительно нет. Вообще, вся эта история несколько странная, потому что дело об убийстве с алтанатом Кеновой было более чем резонансным, и удивительно, что с июля месяца Комитет Уголовно-исправительной системы так и не опубликовал информацию о том, где же конкретно будет сидеть Куандык Бешимбаев. Да и вообще, мы вот уже некоторое время на связи с представителем КУИЗ, мы запрашивали у них интервью, разрешение на интервью с Куандыком Бешимбаевым в колонии Аршалы, и мы получали отказы, но никто так и не подумал уточнить нам, что в Аршалы-то он и не сидит. В поисках Бешимбаева мы прибыли в Степногорск. На этот город нам указал тот человек, который представился начальником колонии в селе Аршалы. Здесь мы тоже нашли колонию максимальной безопасности. Вот это учреждение номер 5 Комитета Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан. И в общем получается тот же самый режим максимальная безопасность, та же самая область Акмолинская. И пока никто из местных сотрудников, с которыми нам удалось пообщаться на наши вопросы о том, сидит ли здесь Куандык Бешимбаев, никто пока эту информацию не опроверг. Может быть сейчас у нас даже получится получить какое-то подтверждение от начальства. Здравствуйте. Салмаспа. Извините, пожалуйста, не могли бы вы сюда подойти? Нет, никак. Нет, никак? Сейчас, закономация придет? Хорошо. Хорошо. А можно просто сказать, это колония максимальной безопасности, да? Хорошо, спасибо. Рассказывается. Мы ждем здесь уже несколько часов, но никто к нам так и не спустился. По словам человека, который работает здесь на КПП, его руководство все еще слишком занято. Но либо мы тоже можем предполагать, что на нас испытывают тактику сами замерзнут и уйдут. К сожалению, ждать тут целый день мы тоже не можем. И по всей видимости, нам придется покинуть это место, так и не получив подтверждение, здесь ли сидит Куандык Бешимбаев. Вы не слышали, какие-то слухи может быть были? Здесь ли Куандык Бешимбаев сидит или нет? Были? Я слышал, что он на 90 сидит, у нас там возле СПЗ 68-я турзона, а здесь 90, он здесь сидит. 90-е, да? 90-е, да. А это вот оно учреждение номер 5, да, колония строгого режима? Да, строгого режима, да. Не вот такой. Я такой перерасышал. А нет, нет, он не здесь же, он где-то в Астане же. У нас такого не было в поселке слуха, что именно здесь он сидит. А это поселок Заводской, да? Да, Заводской. В городе может быть слухи, в городе поспрашивайте, а здесь нет. У нас здесь таких слухов никогда не бывает. Кто сидит, что сидит, нам как-то все равно. Люди и люди, так же люди сидят. Вам данные не дают о том, что ты учишься? А вот, просто сказали, учреждение максимальной безопасности. Область деревянная, что-то там с деревом связано, только у нас зона такая, дерево связано. Точно я не знаю. Ну, может, слухи какие-то не слышали? Нет, вообще. И вот мы в Павлодаре, родном городе Салтанат-Нукеновой. Здесь, у центральной мечети, год назад павлодарцы прощались с девушкой, которая погибла от рук собственного мужа. Умерла избитая и униженная человеком, которого за что-то полюбила и которому доверяла. И это, наверное, самое страшное в семейно-бытовом насилии, что боль и страх приходят туда, где должны быть любовь, доверие и забота. Салтанату Кенову уже никто не вернет ни родителям, ни брату, но все же итогом судебного разбирательства, которое им пришлось пережить, стал приговор виновному. А также еще во время суда в Казахстане вернули уголовную ответственность за бытовое насилие. И в лице брата Салтанат Айтбека Мангильде наша страна обрела еще одного самоотверженного правозащитника. Все это уже достижение, но все-таки можем ли мы надеяться и на какие-то другие существенные изменения, как в обществе, так и в судебной системе? На самом деле же, как только Бешбаев убил Внукенову, власти практически сразу приступили к разработке закона Салтанат, который мы стали называть ее именем по американским традициям. Принятие этого закона и вообще сдвиг какой-то смена оптики вообще властей в отношении борьбы с бытовым насилием и, наверное, в целом с насилием физическим как таковым, потому что это же огромный пласт, это же ведь еще и противодействие сексуальному насилию, это в том, включая педофилию, это и противодействие просто насилию в отношении граждан физическому. Все это уже повлекло сдвиг и смену оптики властей и общества в целом. Пока шел суд, мы ушли вперед, мы даже приняли закон полтанат. И мы сделали очень много, 10-20 шагов вперед в этом направлении. Но потом мы сделали обратно, еще 15 шагов в обратную сторону, вернулись назад, потому что прошло несколько резонансных процессов, несколько подобных дел, которые показали нам, что ничего не изменилось, и поэтому общество перестало, как говорится, доверять. Если бы, допустим, после суда над салтанат власти показали еще как минимум 7-8-10 подобных процессов и показали бы еще несколько процессов над полицейскими, которые укрывают преступления, над судьями, которые дают маленькие сроки, мы бы укрепились во мнении, что мы идем в сторону правового государства, демократического, и где права каждого человека защищены. Но, к сожалению, нам сразу же закрыли эту тему, и больше мы не знали таких кейсов, где мы могли бы все публично что-то обсуждать. Это должно быть обязательно системно. Когда это станет системно, и каждый резонансный кейс будет выходить на такое обсуждение, преступники будут задумываться. Все видят, в принципе, последствия всего этого. То есть абьюзеры увидели последствия. В чем заключаются последствия? Большой срок. Что наказание неминуемо наступило. Что видят жертвы? Что любая из них может умереть. Это первое. Что увидели жертвы? Что наказание в любом случае абьюзер получит, и не нужно бояться обращаться в правоохранительные органы. Что увидело общество? Каждый из нас считает, что если мы не сталкиваемся с насилием, то этого нет. Но когда ты видишь, что в семье таких высокопоставленных чиновников происходит это, у твоих соседей это происходит, то это наша реальность. И мы не можем отгородиться и сказать, нет, со мной этого не происходит, значит, этого нет. От насилия может пострадать ваша подруга, ваша сестра, элементарно, ваша мама. Завтра жертва насилия может стать любая из нас. Очень много после этого кейса женщин самостоятельно начали делать камин-аут. Вы, наверное, помните в соцсетях много известных женщин, которые начали писать о том, что они, оказывается, подвергались домашнему насилию, никто не знал. Я считаю, что очень сильно шифт произошел, то есть сдвиг в сторону того, что об этой теме стали открыто говорить, писать медиа. Сейчас уже достаточно пристально следят за каждым кейсом домашнего насилия. И даже недавний свежий рейтинг Forbes, Forbes Women, топ-25 женщин, тоже многих удивил. Женщины-правозащитницы, та же Жанна Мухаммади и Дина Тонсари, они попали в этот рейтинг, что достаточно необычно. Мы же, в общем-то, привыкли, что в рейтинге Forbes там успешные, гламурные женщины или бизнесмены или представители каких-то секторов, но то, что правозащитницы, юристки попали в этот рейтинг, мне кажется, тоже уже это о многом говорит. Что дело Салтана, по вашему мнению, изменило в нашем обществе? К чему мы пришли? К такому ответу мы, как ученые, исследователи, социологи, антропологи, ответим через пару лет, через 10 лет, даже через 50 лет. И мы уже называем этот эффект эффектом Салтана. Конечно, наивно верю в то, что все насильники, все абьюзеры, все те, которые убили своих жен и близкие, будут получать большую часть лет. Мы осознаем, мы знаем реальность, но хочется все-таки верить, что наша судебная система потерпит именно изменения. но и у нас есть в планах общей судебной системы в будущем кейс, который будет рассматриваться делами присяжных, он будет увеличиваться на 20% по-моему, ежегодно. Они планируют увеличивать на 20% количество дел, которые будет рассматривать суд присяжных именно по особо тяжким делам. к сожалению, ничего не изменилось. Все продолжается, я почему говорю, потому что на нашей горячей линии все точно так. Ничего не изменилось, такие же обращения, также бездействует полиция, также женщины подвергаются осуждению, и это бесконечный круг замкнутый. И общество наше тоже ожидало таких серьезных перемен. Почему? Потому что насилие — это форма управления страной. И если мы как общество решили, что больше мы не хотим, чтобы насилие присутствовало, тогда и власть должна принять такое решение, что насильственная форма управления страной должна быть искоренена. Но нам демонстрируют совершенно другое. И мы видим, что насилие продолжается. И продолжается именно со стороны власти. И поэтому остановить его сейчас невозможно. Это то же самое, что вот как курящие родители курят в присутствии ребёнка, и говорят, курить — это бред. Но при этом они курят в присутствии с собой ребёнка. Это то же самое абсолютно, когда власть говорит, насилие недопустимо, но при этом власть допускает насилие. И получается тупиковая ситуация. информация. Это был Айран. Делитесь вашим мнением в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Здесь мы всегда обсуждаем важное. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспии QR-ной экране или по ссылкам на патреоны Каспии в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно. Редактор субтитров А.Семкин